Всем здравствуйте! Я пишу темку нашего эфира. Сегодня у нас с вами будет космический завтрак. Обычно мы с вами просто по средам встречаемся на вязальном завтраке, а сегодня у нас будет с вами космозавтрак. Значит, вязать мы с вами будем вот такую вот ракету. Вот. Двустороннюю. Кто планировал вязать, напишите, какие ниточки подобрали. И еще будет здорово, если напишите, для чего вам будет нужна такая ракета, как вы ее планируете использовать. Я расскажу. Во-первых, мы с вами свяжем эту ракету, разберем схемку. Буду показывать. То есть, кто боится схем, не бойтесь. Вместе просто ряд за рядом разберем, и все будет понятно. Для себя вы можете просто приготовить листочек бумаги, ручку и записывать. Да, если вам понятнее не по схеме, а по описанию. Просто сразу же я вам показываю на схемке, мы разбираем, как вяжем. Вы себе записывайте, чтобы потом повторить. Хорошо? Про ниточки. Можно вязать ракету из любых ниток, включая остаточки небольшие, потому что, например, смотрите, розовую ракету я вязала, вот эту вот. Я использовала вообще, у меня вот такой вот моточек ниток оставался, но он был немножко побольше. И я его использовала. То есть, в принципе, можно взять любые цвета. Можно использовать, если вы используете вторсырье, скажем так, то вы что-то распускаете, какие-то детальки, игрушек. У вас такие моточки есть, можете их использовать. Вот так вот дадим вторую жизнь вещам. Хорошо? У меня здесь цвета красный для носа, желтый полосочка и основной цвет ракеты. Ниточки у меня Ярнар Джимс, те, которыми я обычно вяжу, у которых у меня большой запас. И также, почему ракета. Сейчас я записываю видео для нашего курса по логопедическому мишке. И одно из видео будет посвящено космическому путешествию, где мы отправляемся вместе с Мишкой на видео в видеоформате с детишками в космос. И там мы выполняем упражнения с язычком. И параллельно спасаемся от астероидов, встречаемся с инопланетянами, выполняем задания. И нашу ракету мы тоже используем. То есть у нас будет такое космическое путешествие, где наши ракеты будут как игровые фишки, которые мы тоже будем использовать. Поэтому, девочки, кто вместе со мной вяжет, вязал в курсе логопедического мишутку, такие ракеты нам с вами будут нужны на занятиях с детишками. Вот. Поэтому вяжите, причем не одну. Итак, фиолетовые ниточки, которые будут у меня, это вот такие вот. Красный для носа, желтый для полосочки и белый для иллюминатора. Вы можете делать иллюминатор или не делать, потому что на самом деле и без иллюминатора смотрится ракета хорошо. То есть, вот смотрите, здесь нет иллюминатора, вполне даже симпатично смотрится. Это моя первая ракета, пробная. Вот. Я ее еще пока не закончила. Но обязательно закончу. И мы с вами начинаем с носа. Всю ракету мы будем с вами вязать, начиная от носа, дальше свяжем корпус, потом перейдем вот к этим крыльям, сделаем обвязку и последним этапом сделаем вот это вот пламя. То есть сейчас нам нужен свет, к которому мы будем вязать вот эту вот верхнюю часть корпуса. Привет! И схемка. Как мы с вами будем работать? Как мы обычно делаем? Я вам показываю схемку, мы разбираем с вами и вяжем вместе. Начинаем мы, видите, вот здесь вот у меня значок «Начало», чтобы вам не запутаться, потому что схемка здесь, получается, что мы сначала вяжем корпус, потом крылья, потом делаем обвязку, поэтому, чтобы не запутаться, здесь указано «Начало», здесь указан номер ряда, то есть видите здесь циферки, у кого схемка под рукой, смотрите вместе со мной. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, то есть так мы с вами и будем разбирать. Мы с вами начинаем или с колечка амигуруми, или с двух воздушных петель. Сейчас покажу. И набираем воздушную петлю подъема и два столбика без накида. Вся ракета вяжется практически вся столбиками без накида, то есть вот эта черточка, это столбик без накида. Итак, приступаем с вами к носу. Надеюсь, что вы готовы к полету. Пристегните ремни. И мы взлетаем. Итак, можно начать с колечка амигуруми, как обычно. В него мы набираем, вот первая у нас получается, это воздушная петля. Дальше я колечко снимаю и в кольцо набираю два столбика без накида. Первый и второй. Это нос нашей ракеты. Два столбика без накида. Теперь тяну за короткий кончик ниточки, затягиваю отверстие. Стараюсь сделать так, чтобы нос был остренький у нашей ракеты. Затянули. И это у нас с вами готов первый рядочек. Очень короткий. Воздушная петля и два столбика без накида в кольцо амигуруми. Мы с вами связали первый ряд. Дальше мы будем всю ракету вязать поворотными рядами. То есть... Так, сейчас, секундочку. Фокусируйся. Вот так. Будем вязать поворотными рядами. То есть, связали первый ряд, повернули, сделали воздушную петлю подъема, вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот вязания третий ряд. То есть, вот так вот мы будем вязать с вами поворотными рядами всю ракету. Второй ряд мы делаем воздушную петлю подъема и вяжем две прибавки. То есть, в первый столбик, в первую петлю мы вяжем два столбика и во вторую петлю мы вяжем два столбика. Таким образом, у нас с вами будет расширяться наш нос ракеты. Видите, даже на схемке видно. И в этом ряду будет у нас с вами уже четыре столбика. Итак, мы делаем воздушную петлю подъема. Поворачиваем вязание. Некоторые поворачивают вязание вот так вот, некоторые поворачивают вязание вот так вот. По большому счету, вот здесь в ракете это не будет иметь значения, потому что мы будем потом обвязывать край, он у нас не будет виден. Итак, вот она первая петля. Сюда я провязываю два столбика. Вы, кстати, можете написать, каким образом вы поворачиваете вязание, вот когда вяжете поворотными рядами. Мне интересно. В первую петлю провязала два столбика и во вторую петлю тоже провяжу два столбика. Таким образом, у нас в этом ряду, во втором, будет четыре столбика без накида. Четыре петли. Дальше каждый ряд, вот смотрите, я делаю воздушную петлю подъема для следующего ряда, закончив этот ряд. То есть я делаю воздушную петлю и дальше уже поворачиваю вязание. То есть вот свяжу ряд, сделаю воздушную петлю, потому что она нужна для каждого следующего рядочка. Итак, связали второй ряд, сделали воздушную петлю подъема и следующий ряд, третий, мы вяжем по одному столбику в каждую петлю. Очень просто. Мы здесь с вами чередуем ряд по одному столбику с рядом с прибавками. Повернула вязание и начиная со второй от крючка петли вяжу четыре столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Третий ряд, четыре столбика по одному в каждую петельку. И сразу же в конце я делаю воздушную петлю для следующего ряда. Итак, мы с вами остановились на третьем рядочке. Вот она наша схемка. И следующий ряд у нас будет последний красным цветом. Дальше мы перейдем на желтую полосочку. В этом ряду, вот здесь вот мы с вами делаем воздушную петлю подъема и делаем две прибавки. Располагаем их во вторую и в третью петлю. То есть не по краям, а по центру. В первую петлю столбик, во вторую прибавка, в третью прибавка, в четвертую один столбик. Сделала воздушную петлю подъема. Поворачиваю вязание. И начиная со второй от крючка петли, в первую я вяжу один столбик. Дальше делаю две прибавки. То есть во вторую петлю вяжу два столбика без накида. В третью вяжу два столбика без накида. И в четвертую вяжу один столбик. И вот дальше нам с вами нужно будет ввести ниточку желтого цвета. Или другого, если вы... Ну вот каким цветом вы делаете полосочку, потому что мы с вами дошли вот до этого места, отделение носа от корпуса. У меня желтого цвета, можно сделать белого. Можно, в принципе, если у вас ниточки одного цвета, просто провязать одноцветную ракету. Тогда вы будете просто дальше вязать тем же цветом, которым и вязали. Ниточку можно вводить по-разному. Я обычно ввожу вот таким вот способом. Смотрите. Это последний столбик четвертого ряда. Я начала вязать его ниточкой красного цвета. Сейчас еще раз. Захватываю нить рабочую, на крючке две петли. И дальше вот эту ниточку... Сейчас, секундочку. Ниточку красного цвета оставляю. Желтого цвета прикладываю на указательный палец. И заканчиваю этот столбик уже ниточкой желтого цвета. Ну и делаю воздушную петлю. Подтягиваю красную, чтобы вот здесь не было вытянутого этой петли. И дальше поворачиваю вязание. И буду вязать желтым цветом. Здесь на схемке у меня обозначено не желтым, а оранжевым. Для того, чтобы вам было виднее. Мы делаем воздушную петлю подъема. И в каждую петлю вяжем по одному столбику. Их у нас с вами получается шесть. Видите, здесь на схемке очень удобно. Сразу видно количество столбиков. Воздушную петлю я сделала. Поворачиваю вязание. И здесь, посмотрите, мы сразу же с вами будем прятать кончики ниточек. Иначе их будет потом слишком много. И долго вам будет с ними возиться. Поэтому у меня здесь желтый короткий кончик. Красная нить, которая нам больше не нужна будет. Так как мы закончили вязать нос. Их я приложу. И спрячу вот до предпоследней петли этого ряда. Чтобы они у нас были зафиксированы внутри вязания. Смотрите, я завожу крючок под эти ниточки. Вот. В следующую петельку. И провязываю этот ряд по одному столбику в каждую петлю. Ниточки при этом у меня, видите, вот эти вот лишние. Они приложены. Прям очень советую вам это делать. Потому что, получается, что у нас здесь будет несколько смен цвета. То есть, вот смотрите, красный мы поменяем на желтый. Желтый мы сейчас поменяем на цвет корпуса. Потом снова, связав корпус, мы введем ниточку желтую для полоски. Это будет очень много у вас вот этих вот лишних нитей. Прячьте их сразу. Хорошо? Итак, у нас должно получиться с вами 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И последний. То есть, вот смотрите, до предпоследнего столбика я ввязываю ниточки. Но, когда вяжу последний, я уже эти ниточки оставляю на... Не ввязываю. Мы сейчас с вами вернемся к этому последнему столбику, так как будем менять ниточки. Но я просто закончила его, чтобы отрезать вот эти вот кончики. Все. Они у нас зафиксированы внутри и не будут болтаться. И смотрите, у нас эта желтая полосочка, она всего один ряд. Поэтому нам нужно сейчас с вами при вязании последнего желтого столбика в этом ряду поменять ниточку, как мы делали с вами вот здесь, вот когда меняли красную на желтую. Я начинаю в последний столбик вязать ниточкой желтого цвета. Не довязываю. И дальше уже беру ниточку. Вот у меня фиолетовая, да? Фиолетовая. Вставляю кончик на... Так, желтый кончик оставляю, вывожу на себя. Здесь у нас будет с вами изнаночная сторона. Фиолетовый кончик тоже оставляю с этой стороны. И довязываю столбик ниточкой фиолетового цвета. Желтую подтягиваю. И делаю воздушную петлю подъема. Дальше. Поворачиваю вязание и буду вязать уже корпус ниточкой фиолетового цвета. Смотрите, почему сейчас вам уточняю, что лицевая и изнаночная сторона. По большому счету здесь у нас с вами ракета двусторонняя. То есть и одна сторона хорошо выглядит, и вторая хорошо выглядит. Но я разделила на лицевую и изнаночную сторону для того, чтобы нам определить, в каких рядах делать прибавки и убавки. А еще для того, чтобы кончики, вот эти вот, которые мы с вами отрезаем, они оставались с одной стороны. То есть вот здесь они у меня остались, кончики, которые я прятала в предыдущем ряду. В этом ряду мы снова спрячем вот эти вот лишние ниточки, и у нас они тоже останутся с той стороны. Хотя по большому счету лицевой и изнаночной стороны здесь нет. Это двустороннее поворотное вязание. Мы делаем воздушную петлю подъема. И опять мы с вами делаем прибавки. Но вот здесь вот прибавки я располагаю всегда не в крайних петлях, чтобы красивее смотрелось вязание, а во второй и предпоследней. То есть во вторую, третью, четвертую и в пятую я делаю, вяжу прибавки, вяжу по два столбика без накида. И еще раз обращаю ваше внимание, короткие кончики ниточек, вот здесь вот у меня фиолетовый короткий кончик, желтая ниточка, я их прикладываю и сразу прячу. Сделайте это сейчас, вам потом будет удобнее. Итак, в первую петлю провязываю один столбик, во вторую петлю провязываю два столбика, делаю прибавку. В третью вяжу один столбик, это мы с вами шестой уже ряд вяжем. В четвертую вяжу один столбик, в пятую, это получается предпоследняя петля, я делаю прибавку, вяжу два столбика. Дальше вот эти вот ниточки, которые я прятала, я откладываю на изнаночную сторону, да, и последний столбик, я ниточки не ввязываю, да, вот он последний столбик, я провязываю фиолетовым цветом. Здесь нам с вами менять ничего не нужно, дальше мы будем корпус вязать фиолетовым. Сразу же возвращаюсь к ниточкам, которые прятала, их подтягиваю, чтобы они вот здесь вот не просвечивали, и на натяжении отрезаем. Вот так вот сейчас выглядит наше начало ракеты. Дальше мы с вами будем вязать корпус одним цветом, делать прибавки, чередовать ряды с прибавками, с рядами по одному столбику, с ровными рядочками. Вот эту часть. То есть здесь нам будет просто, здесь никаких смен света нет, до желтого ряда, поэтому все быстренько мы с вами свяжем. Давайте тогда переходим к седьмому ряду. Здесь мы вяжем с вами по одному столбику в каждую петлю. Их у нас должно получиться восемь. Восьмой ряд мы точно так же вяжем с вами по одному столбику, и девятый тоже вяжем по одному столбику. То есть сейчас мы с вами три ряда вяжем одинаково. Растим корпус, удлиняем корпус нашей ракеты, делаем воздушную петлю подъема, поворот вязания, и начиная со второй петли, воздушную петлю мы не считаем, в нее мы не провязываем, вяжем по одному столбику в каждую петельку. Их у нас с вами должно получиться восемь. Так мы вяжем с вами седьмой, восьмой и девятый ряд. По одному столбику в каждую петлю, воздушная петля подъема, поворот вязания, и точно так же повторяем еще два раза. Видите, как хорошо, что мы сразу с вами прячем лишние кончики. У нас получается, что ничего лишнего у нас с вами нет. Вот этот вот кончик, который у нас остался вначале, мы с вами спрячем, когда будем делать обвязку. То есть очень удобно. На самом деле аппликация, в принципе, это принцип аппликации, она очень несложная, справятся и детишки. То есть если вы занимаетесь с детишками, то тоже можете попробовать вместе сделать. Может быть, что-то упростите, но мне кажется, что несложно. Мы с вами связали девять рядов. Давайте тогда посмотрим, что мы делаем с вами в десятом. Вот у нас с вами десятый. Здесь циферки очень небольшие, кто схемку будет рассматривать, потому что здесь нет возможности очень крупные цифры поставить. С другой стороны я решила вам их сделать, чтобы было понятно, что вот седьмой ряд мы вяжем, восьмой, девятый, вот десятый вы нашли. И знаете, можете посмотреть на схемку и увидеть, как дальше вязать. Здесь, в этом ряду, видите, у нас опять с вами две прибавки, и мы снова их делаем во вторую и предпоследнюю петли. То есть во вторую и в седьмую мы вяжем по два столбика без накида. Это будет у нас самое широкое место нашей ракеты. То есть вот так. Ну, здесь я вам уже не покажу, потому что это место, оно совпадает с крыльями, которые мы потом будем вязать, и сложно его разглядеть. Сейчас свяжем, а вы увидите. Итак, у нас с вами десятый ряд. Делаю воздушную петлю подъема, поворачиваю вязание. В первую петлю я вяжу один столбик. Здесь можно даже не считать. Запомните, что мы делаем прибавки во вторую петлю. Вот она, вторая петля. Я вяжу в эту петлю два столбика без накида. Дальше дохожу до предпоследней петли и в нее делаю прибавку. Вяжу два столбика. Почему не в последнюю петлю делаю прибавку? Если делать прибавку в последнюю петлю, слишком ярко видно вот эта вот дырочка. То есть вот край у нас с вами тогда получается отверстие больше. Поэтому красивее смотрится, если делать не в крайнюю петлю, а в предпоследнюю. Вот она у меня предпоследняя петля. В нее я провязываю два столбика, а в последнюю петлю я провязываю один столбик. Делаю воздушную петлю подъема сразу же. Значит, кто считает, здесь у нас получается один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять столбиков. Самое широкое место нашей ракеты. И одиннадцатый ряд. Здесь все очень просто. Мы вяжем по одному столбику в каждую петельку. То есть также у вас получится 10 столбиков, как и в предыдущем ряду. Итак, воздушную петлю я сделала. Поворачиваю вязание. И в каждую петлю провязываю по одному столбику. Это будет самое широкое место нашей ракеты. И дальше мы уже с вами начнем ее сужать. Перейдем к нижней части ракеты. Не знаю, честно говоря, как она называется. Может быть, вы знаете, напишите. Я называю нос ракеты, корпус ракеты, нижняя часть. Я довязала по одному столбику в каждую петлю. Делаю воздушную петлю подъема. И дальше разберем двенадцатый ряд. Одиннадцатый ряд. Довязали. Сделали воздушную петлю подъема. И начиная со следующего ряда, мы начинаем с вами делать убавки. Да, хвост. Точно. Хвост. Спасибо, Владислава. Убавки мы также будем с вами располагать не по краю, а сместимых. Да, то есть, смотрите. Сделали воздушную петлю. В первую петлю провязали один столбик. Дальше сделали убавку. Провязали вторую и третью петлю вместе. Дальше четыре столбика без накида. Делаем убавку и в последнюю петлю вяжем столбик без накида. Что здесь важно? Здесь, девочки, мы делаем обычные убавки, не незаметные. Потому что, если вы делаете незаметные убавки, у вас с второй стороны они будут видны. Непровязанные передней стенки петель. Да. Поэтому здесь обычные убавки. Сделала воздушную петлю подъема. Поворачиваю вязание. В первую петлю провязываю один столбик. А дальше вторую и третью провязываю вместе. Обычным способом это значит, ввожу крючок во вторую петлю, зацепляю рабочую ниточку на крючке 2 петли. Ввожу крючок в третью петлю, зацепляю рабочую ниточку на крючке 3 петли. Зацепляю рабочую ниточку и провожу через эти 3 петли. Вот у нас с вами обычная убавка. Если вы здесь будете делать незаметную убавку, то есть ввели крючок под переднюю стеночку петли, под переднюю стеночку следующей петли, провязали, как вы обычно делаете в незаметных убавках. На изнаночной стороне у вас вот эти вот задние стеночки петель останутся. Поэтому обращаю ваше внимание на этот способ убавок. Хотя обычно делаю незаметные. Но здесь нам эти больше подойдут. Дальше 4 столбика без накида. До конца ряда у меня осталось 3 столбика. Я провязываю убавку и в последнюю петлю 1 столбик. Делаю воздушную петлю. И будем вязать дальше. 12 ряд мы с вами связали. 13 ряд очень просто. Во-первых, это последний ряд голубой части. То есть вот основным цветом это мы вяжем последний ряд. И 13 ряд воздушная петля подъема и по одному столбику в каждую петельку. Очень просто. И в последнем столбике мы будем менять ниточку на желтую. По одному столбику в каждую петлю. Таким образом у нас с вами должно получиться 8 столбиков. Кто считает. Ну, здесь на самом деле один из таких вариантов вязанных, где счет нам не принципиален. Самое главное вязать в каждую петельку, да, и делать убавки и прибавки там, где нужно. Итак, вот я дошла до последнего столбика. Начала его вязать ниточкой фиолетового цвета. И дальше у нас с вами будет вот эта вот желтая полоса. Поэтому я беру желтую ниточку, ну, или другого цвета. Очень интересно посмотреть, какого у вас цвета будут ракеты, какие у вас будут дизайны. Итак, прикладываю ее, фиолетовую ниточку, на себя. Здесь у нас с вами изнаночная сторона. Да. Фиолетовую ниточку на себя. Желтую ниточку оставляю тоже с этой стороны. И довязываю столбик уже этой ниточкой. Фиолетовую подтягиваю, чтобы не было вытянутой петли. И оставляю вот эти вот кончики с этой стороны, с изнаночной, да. Делаю воздушную петлю. Делаю воздушную петлю и поворачиваю вязание. Опять у нас с вами остаются вот эти вот кончики. Желтый короткий, фиолетовый от корпуса, который больше мне будет не нужен. Поэтому в следующем ряду при вязании желтой полосочки сразу же будем прятать. Не забывайте, лучше сразу это сделать, чем потом с этими кончиками ниточки заморочиться, скажем так. Пошли мы с вами уже до 14-го ряда. То есть, вот посмотрите, нам осталось с вами связать желтую полосочку и три ряда хвоста ракеты. И дальше мы уже перейдем к крыльям, которые вяжутся быстро. И сделаем обвязку. И иллюминатор. Вот здесь вот схемка иллюминатора. Кто захочет сделать иллюминатор. Итак, 14-й ряд, желтая полоска, воздушная петля подъема и по одному столбику в каждую петлю. Очень просто. Здесь никаких прибавок мы не делаем, убавок не делаем. Поэтому прикладываем. Самое главное спрятать кончики ниточек. Не забывайте про них. Прямо контролируйте, чтобы крючок под нитки заходил и сразу же внутри вязания у вас эти кончики были спрятаны. Ниточки, которые прячете, натягиваете хорошо, но мы их потом еще с вами натягиваем перед отрезанием. Еще раз обращаю внимание, я вот здесь предпоследний столбик, когда вяжу его, я еще ниточки прикладываю. Дальше оставляю их на изнаночной стороне. И при вязании последнего столбика я уже ниточки не ввязываю. И здесь у нас уже следующий ряд мы вяжем красным цветом. Видите, начинается уже красный хвост. Поэтому мы при вязании последнего столбика желтого, вот я начинаю вязать столбик ниточкой желтого цвета. Дальше прикладываю ниточку красного цвета. Здесь вот таким вот образом, потому что изнаночная сторона у нас с вами там. И ввожу ниточку красного цвета. Делаю воздушную петлю. Желтую подтягиваю, чтобы вот здесь вот не было вытянутого столбика. И сразу же подтягиваю ниточки, которые прятала внутри вязания. У меня вот они, да, видите, немножко они просвечивают. Чтобы было аккуратно, я подтягиваю их. И на натяжение отрезаю. Главное, не запутайтесь, что именно отрезать. Ну и не зацепите вязание, конечно же. Иногда бывает такое, что отвлеклась и отрезала те нитки, которыми вяжу. Такое бывает. Привет ли? Приветик. Итак, вот так сейчас выглядит наше вязание. Мы ввели ниточку красного цвета. Связали мы с вами 14 рядочков. Вот здесь вот остановились. 15 ряд мы с вами вяжем красным цветом воздушную петлю подъема и по одному столбику в каждую петельку. Все очень просто. Здесь самое главное. Опять мы с вами видим, что так как мы ввели с вами новую ниточку, у нас снова образовались кончики, которые нам с вами нужно будет спрятать. Так, вот здесь вот видите, у меня желтая ниточка осталась на лицевой стороне. Я еще разочек вернусь и расположу ее на изнаночной. Так, еще раз. Сейчас, секундочку. Да, 15. Располагаю желтую ниточку вот сюда вывожу на себя, красную тоже вот сюда вывожу и заканчиваю ряд. Вот. Так просто краешек красивее будет смотреться. И дальше воздушную петлю я сделала. Прикладываю кончики желтой и ниточку красную и прячу. Точнее, красный кончик и желтую ниточку. И прячу внутри вязания. 15-й ряд мы вяжем по одному столбику в каждую петельку. О, смотрите, как классно у меня. Я соединяю две ракеты. У меня лежали два кончика красных. Красный моточек и длинный кончик от желтой ракеты. Начала его ввязывать. Хорошо, что долго не вязала, а то дошла бы. Довязала до ракеты, они бы у меня встретились и случилась бы космическая авария. Вот такое бывает тоже. Ввожу правильную ниточку от моточка, а не от ракеты. Вы пока можете вязать дальше 15-й ряд красным цветом или тем, который вы выбрали, по одному столбику в каждую петельку. Нечки лишние сразу же ввязываем. Кстати, пока мы с вами вяжем, можно было на самом деле параллельно вязать две ракеты. Потому что пока я жду ваши плюсики, пока я, видите, распускаю то, что я прихватила неправильно, вы уже могли бы связать рядочек еще на одной. Запросто. Опять предпоследняя петля. Здесь я еще ниточки ввязываю. Лишние. При вязании последнего столбика все ниточки я уже не ввязываю. Почему? Обращаю ваше внимание. Если, вот смотрите, вот последний столбик. Если я буду продолжать ввязывать ниточки, и вот они у меня здесь остаются, дальше, когда я их отрежу, вот этот вот кончик, он может выглядывать вот здесь, вот сбоку. Мне лучше, чтобы эти кончики остались не в боковой части, а с изнаночной стороны, вот здесь. Вот. Поэтому при вязании последнего столбика я обычно уже ниточки не ввязываю. Последний столбик 15-го ряда, воздушная петля подъема, и дальше я натягиваю ниточки, которые ввязывала, прятала внутри вязания, и на натяжении их отрезаю. Все. Здесь у нас больше не будет смены ниточек, и на самом деле, наверное, этот самый такой долгий процесс смены нитей и их ввязывание. 16-й ряд. Здесь мы снова делаем с вами две убавки, и снова располагаем их не по краям, а провязываем в первую петлю столбик без накида, вторую и третью провязываем вместе, два столбика без накида, здесь у нас получается, что первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестую и седьмую петли мы провязываем вместе, и в последнюю петлю вяжем столбик без накида. То есть, снова обращаю ваше внимание, так же, как и при предыдущей убавке, мы их не по краям располагаем. Сделала воздушную петлю. Поворачиваю вязание, в первый столбик провязываю один столбик, второй и третий провязываю вместе. Снова обращаю внимание ваше, что здесь обычные убавки идут. Дальше, два столбика, делаю опять убавку, и в последнюю петлю столбик без накида. Дальше, делаю воздушную петлю подъема, и у нас остался с вами последний рядочек. Семнадцатый ряд. Здесь мы с вами последний рядочек вяжем, молодцы. Дошли до конца ракеты. Делаем воздушную петлю подъема, провязываем два столбика. По центру делаем убавку, и еще два столбика. То есть здесь убавка у нас располагается по центру. Мы провязываем вместе третью и четвертую петли. Сделала воздушную петлю. Я стараюсь поворачивать в одну сторону. То есть если я начала, например, делать повороты в эту сторону, всю игрушку, стараюсь поворачивать в эту сторону. Итак, в первую петлю один столбик, во вторую петлю один столбик, третью и четвертую провязываем вместе. Делаем убавку. И осталось у нас две петли. В них провязываем по одному столбику. Дальше что я делаю? Я ниточку отрезаю, оставляя короткий кончик. Сейчас она нам больше не понадобится. И фиксирую. Каким образом фиксирую и зачем это делаю? Вот я закончила вязать, отрезала ниточку, зацепляю ее и провожу через петлю на крючке. Тяну и здесь затягиваю. Таким образом здесь у нас с вами получается узелок. Если мы с вами его не сделаем, у нас потом в этом месте будет разъезжаться петля. И вот вытягиваться она. Когда мы будем делать обвязку, нам это будет мешать. Поэтому фиксируем здесь конец вязания. Вот такая вот ракета у нас сейчас с вами получилась. Конечно, она у нас с вами на ракету не похожа. Мы с вами связали 17 рядов. Похожа она сейчас скорее на какую-то подводную лодку или снаряд по мальчишкам. Кстати, можно такие снаряды сделать, да? Похожа чем-то. Или патрон. Вот. Мы с вами связали корпус ракеты нашей полностью. Одна и вторая сторона у нас выглядят одинаково. Дальше мы с вами перейдем к крыльям. Вот здесь вот очень внимательно посмотрите, в каком месте мы с вами будем начинать вязать крылья. Вот у нас ряд полоски. Это у нас с вами 14 ряд. Вот предыдущий ряд, фиолетовый, 13. Вот 12 ряд. Вот 11 ряд. Вот 10 ряд. Да? То есть нам нужно ввести крючок напротив 10 ряда. Отсчитывать удобнее вот от этой полосочки. Да? От желтой, которая у нас с вами внизу. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Да? Вот. Если смотреть по схемке, то смотрите. Вот здесь я отдельно нарисовала крылья синим цветом. Хотя на самом деле нужно было их нарисовать голубым. Потому что я их вяжу тем же цветом, что и корпус. Да? То есть вот ракета зеленая, корпус зеленый, крылья зеленые. На схеме обозначила другим цветом, чтобы не сливалась схема корпуса со схемой крыла. Итак, вот посмотрите. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Отсчитали пятый ряд от желтой полоски. Делаем воздушную петлю. И провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков в вот эту вот кромку нашего вязания. То есть здесь у нас уже как таковых петель нет. Есть боковые части напротив каждого ряда. Вот в них мы и будем сейчас вязать первый ряд нашего крыла. Присоединяю ниточку фиолетового цвета, раз ракета у меня фиолетовая. Зацепляю ее. Делаю воздушную петлю подъема. Сразу же прикладываю короткий кончик ниточки и буду прятать внутри первого ряда крыла. В ту же петлю, куда мы делали с вами воздушную петлю, вяжем в эту же петлю столбик без накида. Это первый столбик нашего крыла. Нахожу следующий ряд, боковую его часть, провязываю второй столбик, следующий, третью, третий столбик, следующую. Прям вот вам нужно вводить в кромку этого ряда четвертый. И последняя петля, последний столбик мы будем вязать напротив вот этой вот желтой полоски. Прям обращаю ваше внимание, последний, пятый столбик напротив желтой полоски мы вводим крючок и провязываем столбик без накида. Это начало нашего крыла. Кончик вот здесь вот коротенький мы зафиксировали, сразу же отрежем. Мы связали первый ряд крыла, это у нас восемнадцатый ряд, да? Восемнадцатый ряд мы с вами связали, и дальше нам нужно набрать две воздушные петли для следующего ряда. То есть можно сразу же, так же, как мы делали при вязании ракеты, закончили первый ряд крыла, набрали две воздушные петли для следующего ряда. Дальше повернем и будем вязать так же поворотными рядами. Девятнадцатый ряд мы с вами вяжем в воздушную петлю столбик без накида, Дальше три столбика в первый ряд крыла и убавку. Зачем мы так делаем? Сейчас мы с вами посмотрим. Поворот вязания. И дальше вот во вторую воздушную петлю первую я пропустила, а во вторую вяжу столбик без накида. Дальше вяжу в петли первого ряда три столбика. Первый, второй и третий. Здесь у нас остались с вами две петли. Мы делаем убавку здесь, опять обычную убавку. Таким образом, смотрите, здесь мы сделали две воздушные петли дополнительно, петельку набрали. У нас здесь удлиняется часть крыла, а здесь сделали убавку, поэтому у нас получается вот такой вот скос у крыла. То есть здесь будет удлиняться за счет воздушных петель двух, которые мы вяжем, а здесь будет скос за счет убавок, которые мы будем вот здесь вот располагать. Провязали с вами девятнадцатый ряд. Здесь получается у нас четыре столбика без накида и убавка. И воздушная петля подъема, которую сразу же можно сделать. И повернуть вязание. Девятнадцатый ряд. Все крыло у нас состоит из четырех рядов. То есть, видите, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый. И второе крыло у нас вяжется точно так же. Обращу ваше внимание, в каком месте будем начинать. Связали мы с вами первый ряд крыла, второй ряд крыла. Сейчас вяжем третий ряд крыла, двадцатый ряд ракеты, воздушную петлю подъема, убавку, три столбика без накида и снова две воздушные петли для удлинения нижней части крыла. Воздушную петлю я сделала, здесь нам нужно сделать убавку, чтобы был скос у ракеты, да, у крыла, такая диагональ. Убавка. Дальше. Три столбика без накида. Вот, доходим до последнего столбика предыдущего ряда. И здесь нам снова для удлинения нужно набрать две воздушные петли. Следующий ряд крылышков у нас с вами будет последний. Это двадцатый, двадцать первый будет последний. Покажу пока, что у нас получилось на данный момент. Да, то есть вот у нас ракета. Мы связали с вами целиком от носа до хвоста. Здесь вот остановились. Дальше повернули вот таким вот образом и начали вязать крылышко. Связали первый, второй, третий ряд. Сейчас будем вязать четвертый, последний ряд крыла. И перейдем уже потом ко второму крылу. Давайте тогда перейдем к двадцать первому ряду. Вот он у нас. Мы сделали две воздушные петли подъема. Вяжем один, два, три столбика без накида. И делаем убавку. И завершаем крыло. Я сделала две воздушные петли подъема. Поворачиваю вязание. Одну воздушную петлю пропускаю, а во вторую вяжу столбик без накида. Дальше. Еще два столбика без накида. То есть здесь у нас сейчас связано три столбика. И осталось еще две петли последних. Здесь я делаю убавку. То есть всего вот здесь у нас должно получиться четыре столбика. Делаю убавку. Ниточку отрезаю. Так же, как когда заканчивало вязание корпуса. Отрезаю, оставляя короткий кончик. И зацепляю этот кончик. И провожу через петлю. Закрепляю. Чтобы здесь потом не распускалось это место. Можно и не закреплять. Но в этом случае у вас может просто потом вязание вот здесь вот расслабляться. При обвязке это будет неудобно. Итак, вот так вот наша ракета сейчас выглядит. Мы с вами договорились, что держим мы ее вот так, что кончик, который остался в конце, у нас слева располагается. Мы связали крыло, которое слева. И сейчас будем вязать крыло, которое справа. Второе крылышко вяжется точно так же. Единственное, что мы его начнем вот с этой стороны. То есть здесь мы начинали, вот в этом месте мы вводили крючок, вот так держали ракету. Сейчас нам нужно будет с вами ее перевернуть. Держать уже вот так вот. И опять здесь очень важно отсчитать пятый ряд. Начинаем мы считать вот от этого места. Желтая полоска нам ориентир, маркер, откуда нам начинать считать. Нам нужно отсчитать пятый ряд. Желтый – это первый, это второй, это третий, это четвертый, это пятый. Почему важно? Дело в том, что если не считать, ну, то есть вот вы решите, да, ну ладно, вот здесь вот примерно начну. Начнете примерно вот здесь. И у вас получится, что когда вы дойдете до желтой полоски, у вас будет связано 6 столбиков. А в этом крыле у нас связано 5 столбиков. Соответственно, это крыло у вас будет больше, а это меньше. А нам с вами все-таки нужна симметрия. Поэтому отсчитываем пятый ряд, начиная от желтой полоски. Вводим в это место крючок и вяжем крылышко точно так же, как мы вязали первое. Зацепляю рабочую ниточку, делаю воздушную петлю, прикладываю короткий кончик нити, сразу же прячу. Еще раз обращу ваше внимание, что первый столбик мы вяжем вот в то же место, куда только что мы вводили крючок, когда вязали воздушную петельку. Первый столбик, второй, третий, четвертый и самое главное, последний пятый столбик у вас должен быть связан вот сюда, вот в край желтого ряда. Так же, как и здесь вы делали. Хорошо? Так просто у нас ракета получится симметричная с вами. Две воздушные петли подъема, так как мы здесь удлиняем крылышко, сразу же могу отрезать кончик фиолетовый. И вяжем точно так же. Да, то есть, давайте здесь я уже схемку разбирать не буду, вам покажу ее. Смотрите, здесь мы начали с вами, вот у нас 22 ряд, мы связали 5 столбиков, сделали две воздушные петли, вяжем 23 ряд, так же как у первого крыла, 24 и 25. Разбирать схему не буду, просто буду проговаривать хорошо, что я делаю. Итак, связала 22 ряд, набрала две воздушные петли, поворачиваю вязание, во вторую воздушную петлю вяжу столбик без накида, еще три столбика. И когда здесь осталось две петли, я провязываю их вместе, обычную убавку делаю. Делаю воздушную петлю подъема, поворачиваю вязание и снова наверху делаю убавку, провязываю два столбика вместе. Дальше провязываю еще три столбика, прямо вот здесь, в каждую петельку. Снова две воздушные петли, мы удлиняем нижнюю часть крыла, поворачиваем, в вторую воздушную петлю вяжем столбик без накида, дальше еще два столбика. И здесь у нас с вами остались две петли, их мы провязываем вместе, делаем убавку. Ниточку отрезаем и закрепляем. И у нас сейчас с вами готова вот такая вот штука, вот такая вот классная ракета. Сейчас образ ее еще не завершен, потому что нет обвязки. Казалось бы, такая ерунда, да? Ну, что такое обвязка? Просто когда мы по контуру с вами провязываем ряд разных столбиков, столбиков разной высоты. А посмотрите, насколько меняется внешний вид, да? Выглядит уже цельной такой ракета. Сейчас мы как раз будем превращать вот такую вот нашу заготовочку, вот в такую красивую, законченный образ будем делать, и заодно будем прятать все вот эти вот лишние ниточки. То есть, видите, сейчас у меня практически с каждой стороны торчит кончик. Вот здесь вот по центру у меня ничего не торчит, и я надеюсь, что у вас тоже, да, что вы уже сразу же прятали внутри вязания. Эти кончики мы сразу же сейчас с вами тоже будем прятать. Итак, располагаем ракету вот таким вот образом. Слева у меня располагается короткий кончик. Нам нужно повернуть ракету вот таким вот образом. Здесь у нас хвост, да, где мы закончили с вами ракету. Вот кончик конечный. Дальше мы вводим крючок вот в это место. Получается, что это центр последнего ряда. Если посмотреть схемку, то вот, видите, здесь у меня начало обвязки. Это будет 26-й ряд. Мы вводим в центр последнего ряда крючок, делаем воздушную петлю подъема, и дальше будем с вами делать обвязку. Но если вы обратите внимание, вот просмотрите глазами, вот этот вот последний рядочек. Здесь у нас, кроме обычных столбиков, вот этих вот палочек, есть полустолбики с накидом более высокие, да. И вы их увидите вот здесь вот внизу крыла, в нижней части крылышка, вот здесь вот, да, на кончике. Вот полустолбик с накидом, наверху ракеты полустолбик с накидом, и внизу крылышко второго, полустолбик с накидом. Для чего они мне здесь нужны? Для того, чтобы эти места у нас были более удлиненными. То есть, видите, нос у меня более удлиненный. И вот эти вот краешки крыльев, вот это, и вот это более удлинены за счет того, что мы вяжем сюда полустолбики с накидом. Сейчас все разберем, все будет понятно. Я просто хочу сразу же обратить ваше внимание, да, что мы не просто обвязываем столбиками без накида, мы еще делаем здесь полустолбики с накидом в определенных местах, которые нам нужно удлинить. Делаем с вами прибавки. Посмотрите, где мы их располагаем. По краям, то есть там, где нам с вами нужно повернуть вязание. Вот здесь у меня прибавка, вот здесь у меня прибавка. Вот здесь у меня прибавка, вот здесь у меня прибавка. Это нужно для того, чтобы вот в этих местах, вот, где мы переходим на другую сторону ракеты, она у нас не съеживалась. Для этого мы делаем дополнительный столбик. Да? Ну, давайте разбирать. Сразу же будем делать обвязку. Итак, корпус у меня фиолетовый, ракета у меня фиолетовая, обвязка тоже будет фиолетовая. Ввожу крючок в центр последнего ряда, зацепляю рабочую ниточку, делаю воздушную петлю. Короткий кончик сразу же прикладываю и буду прятать внутри вязание. Первый столбик вяжу в то же место, вот сюда, куда только что делала, воздушную петлю вязала. Это первый столбик. Подтягиваю короткий кончик ниточки. Дальше дохожу до угла ракеты. Вот он у меня. И здесь мы с вами договорились. Для того, чтобы в этих местах у нас не было, не съеживалось вязание, мы провязываем сюда два столбика без накида. То есть вот край ракеты. Я провязываю в эту петлю последнюю два столбика. Дальше продолжаю обвязку в боковые края, вот здесь вот красные. У вас здесь может на самом деле получиться другое количество столбиков, чем у меня на схеме. Главное, вы не пропускайте петель, а вот прям в каждую вставляйте напротив каждого ряда и провязывайте столбик без накида. И еще один момент. Вот здесь вот в месте присоединения крыла я делаю убавку для того, чтобы крыло притянуть к корпусу. Как я делаю убавку? Ввожу крючок вот в это место, ввожу крючок вот сюда, вот в боковую часть крыла и провязываю убавку. То есть таким образом у нас здесь с вами не будет лишних столбиков, и крылышко, оно притянется к корпусу. Дальше дохожу вот до этого места, до края крыла, столбиками без накида. Ввожу крючок в кромочные петли. Здесь по количеству, еще раз вам повторю, у вас может получиться другое количество, чем у меня на схеме. Потому что, ну вот, особенно поначалу, очень трудно разглядеть вот эти вот кромочные петли напротив каждого ряда. Самое главное, что нам с вами нужно дойти до края крылышка, вот видите, вот такое вот заострение, и сюда вот прям в одну петлю провязать столбик без накида. В эту же петлю провязать, вот прям в одну петлю я провязываю полустолбик с накидом, и в эту же петлю еще один столбик без накида. Вот, видите, у нас получилось с вами вот такое вот закругление и удлинение крылышка. За счет того, что мы связали несколько столбиков, и за счет того, что добавили полустолбик с накидом. Дальше нам с вами нужно дойти до края вот этого крылышка, здесь в каждую петлю, вводим крючок, и вот когда дошли до края крылышка, здесь нам нужно в месте поворота связать два столбика, первый и второй, чтобы вязание у нас с вами в этом месте не деформировалось, не съеживалось. И дальше вяжем вот до этого места присоединение крыла по одному столбику. Прямо смотрите, чтобы у вас вязание не деформировалось, знаете, не... Ну вот я не знаю, какое другое слово, не съеживалось, да, чтобы не начинала у вас форма меняться в каждую петельку кромочную провязываем по одному столбику. И здесь важный момент, вот смотрите, у меня осталась одна петля в крылышке, и в этом месте мы снова делаем убавку, притягиваем крылышко к ракете, то есть в последнюю петлю крыла, в петлю корпуса, и делаю убавку. Все, мы присоединили крылышко. Дальше нам с вами нужно дойти до верха, вот прям смотрите, мы здесь с вами делали кольцо амигуруми, вот здесь вот оно у нас, вот до вершины ракеты мы просто довязываем по одному столбику, вот до этого места. Если вы чувствуете, что у вас вязание начинает стягиваться, да, то есть ракета вот так вот начинает заворачиваться, возможно вы делаете слишком, слишком сильно натягиваете, да, вот сейчас ниточку, здесь натяжение как раз можно не делать слишком сильным, да, можно вязать немножко слабее. Если вы видите, что у вас вдруг вот, вот начало прям вот так вот заворачиваться, то вы можете сделать прибавку, то есть вот в одну петлю провязать, например, два столбика, ну или просто, как я говорила, поменять натяжение, то есть вот вязать столбики более расслабленно. Ну, надеюсь, что у вас такой проблемы не возникнет. Довязываем, довязываем прям вот до вершинки. Сколько столбиков я вам не говорю еще раз, потому что у нас с вами может получиться разное количество. Самое главное вам сейчас понять принцип обвязывания, хорошо? Не зацикливайтесь на количестве, а поймите принцип. Вот сейчас нам с вами нужно довязать вот до этой вот верхней точки, вот отсюда у нас с вами идет ниточка. И я вам говорила, что вы можете или оставить короткий кончик и сейчас спрячете его внутри вязания, или оставить длинный. Тогда вот сейчас, дойдя до этой ниточки, вы ее не прячете внутри вязания, а оставляете, хорошо? Потом вам покажу, каким образом можно использовать эту ниточку, и зачем она вам может пригодиться. У этого варианта я спрячу кончик внутри вязания. Вот я дошла до верхней части ракеты. Вот у меня самая верхняя точка, вершинка носа. Сюда я провязываю столбик без накида, в эту же петлю полустолбик с накидом, и в эту же петлю столбик без накида. То есть опять так же, как вот здесь вот на конце крыла, мы сделали то же самое на носике. Если вы здесь видите, что у вас сместилось как будто, да, вот нос сместился, тогда можно распустить и в другую петельку попробовать связать. Да, то есть такое бывает. Посмотрите, чтобы было так, как вам нравится. связали нос. Дальше продолжаем обвязку до вот этого места присоединения крыла к корпусу. Здесь снова сделаем убавку, так же, как и вот здесь сделали. Посмотрю. Сразу же прячу короткий кончик. Я его здесь не планирую использовать. Вводим крючок в боковые края вязания, в кромочные петли рядов связанных. Старайтесь не пропускать. То есть вот напротив каждого ряда есть вот этот вот край ряда, в него мы и вводим крючок. Не пропускайте, потому что вот смотрите, если я здесь, например, пропущу, а потом вот сюда введу, таким образом у меня получится, что вязание как раз вот здесь съежится, деформируется. Поэтому прям в каждую ряду, напротив каждого ряда найдите эту кромочную петлю и провяжите столбик без накида. Вот оно у меня здесь место присоединения крыла и крыла к корпусу. Здесь я сделаю убавку. Немножечко притяну крылышко ближе к корпусу, ввожу крючок в ряд корпуса, не провязываю, в первый ряд крыла и уже провязываю, делаю убавку. Дальше дохожу вот до этого края крыла, вот здесь. Вот здесь мы с вами договорились, что мы будем делать прибавку, чтобы у нас опять не деформировалось наше вязание, чтобы хватило столбиков. В некоторые места тут тяжело бывает вводить крючок, прям непонятно, поэтому вы вводите прям интуитивно, то есть сами определяете, куда нужно его ввести. Вот я дошла, сейчас секундочку, дошла до края крыла, вот сюда я провязываю два столбика. Вот видите, сразу же, как только я дохожу до вот этих вот лишних кончиков, я их прикладываю и прячу внутри вязания. Здесь мне нужно дойти до вот этого части, до этой части крыла, да, мы здесь будем делать удлинение, так же, как вот на первом крылышке. Прячу короткий кончик, до которого дошла, чтобы потом отрезать все лишние ниточки, дохожу до края крыла нижнего, вот у меня здесь осталось, вот видите, вот в этом месте, последняя петелька, я в нее провяжу опять три столбика, в одну петлю столбик без накида, в эту же петлю полустолбик с накидом и в эту же петлю столбик без накида, снова сделала удлинение, вот оно. Расправляю. Видите, почему здесь важно не очень сильно натягивать ниточку при обвязке. Если вы очень стараетесь, то у вас может получиться край стянутый, может помочь вот такое вот натягивание, да, то есть расправление края, но лучше сразу же не сильно натягивать. Дальше я дохожу до места присоединения крылышка и корпуса, и здесь сделаю убавку в край. Видите, здесь даже непонятно, куда вводить. Главное напротив каждого ряда это делать. Вот здесь еще провяжу один столбик, и дальше вот здесь вот сделаю убавку, введу крючок вот сюда, зацеплю рабочую ниточку, введу крючок напротив первого красного ряда, и провяжу убавку. Дальше довяжу вот до этого края, ну и по краям, как мы с вами уже договорились, мы вяжем два столбика, то есть вот я дошла до края ракеты нижней части, и провязываю сюда два столбика. И здесь у меня остался один столбик, вот он, до места, где я начинала обвязку. Вот. Здесь я начинала обвязку с этой петли, вот здесь вот закончила. То есть получается, что всю ракету по периметру я обвязала столбиками без накида, сделав прибавки, убавки, полустолбики связав, и дошла до начала обвязки. Кто будет готов, напишите. Покажу вам, каким образом сейчас спрятать вот этот вот кончик, чтобы было красиво, потому что, если мы обычным образом сейчас зафиксируем, у нас конец, вот это вот место, стык будет виден. И пока отрежу все лишние ниточки. Буду ждать, ваши готова. Кто сделает обвязку, напишите, или обвязка готова, или просто готова. Здорово. Молодцы девочки. Поняли вы принцип, который я пыталась донести? Я думаю, что понятно, но еще разочек проговорю словами. Хорошо? Мы делаем обвязку столбиками без накида. Но в тех местах, которые мы хотим удлинить нос ракеты, нижние краешки крыльев, мы вяжем в одну петлю столбик без накида, полустолбик и столбик без накида. Здесь, здесь и здесь. В местах, где мы поворачиваем вязание, то есть вот у нас первая сторона была, и мы переходим на следующую сторону, мы делаем прибавку. Вот здесь делаем прибавку, вот здесь делаем прибавку, вот здесь делаем прибавку, и здесь делаем прибавку. И в месте, где у нас присоединяются крылышки, то есть вот здесь присоединяется крылок к корпусу, здесь, крылок корпуса присоединяется здесь и здесь мы делаем убавки принцип такой все мы закончили обвязку ракеты ниточку я здесь отрезаю, но кончик оставляю чуть подлиннее смотрите, что вам еще хочу показать хочу показать, каким образом я заканчиваю вязание чтобы не было видно стыка вот здесь мы начинали с вами вязать с воздушной петельки подъема, закончили дальше здесь я ниточку смотрите, не фиксирую я ее просто петельку вытягиваю вот таким вот образом дальше я ее вставляю в иголочку можно использовать на самом деле не иголку а крючок если сейчас у вас иголки нет под рукой, и смотрите, как лучше прятать заканчивать здесь вязание чтобы было красиво начинали с вами вот в этом месте мы делали с вами воздушную петлю подъема и вязали первый столбик в том месте, где мы вязали первый столбик у нас с вами образовалась косичка вот сейчас под эту косичку вот так нам с вами нужно ввести или иголочку или крючок если вы прячете крючком иногда крючком прятать удобнее вот смотрите, сильно не натягиваю то есть я ввела под косичку сейчас мы просто имитируем с вами столбик вот этими действиями провела на изнаночную сторону и дальше мне нужно иголочку ввести в центр последнего столбика то есть вот последний столбик который я связала у него наверху образовалась косичка в центр вот сюда вот я ввожу иголку или крючок и вывожу на изнаночную сторону ниточку очень сильно не натягивайте и таким образом видите у нас сверху с вами получилась имитация косички не узелок как обычно бывает когда мы завершаем и закрепляем ниточку а вот такое вот красивое окончание вязания где даже как бы непонятно где же мы закончили то есть этого стыка нет дальше этот кончик я просто спрячу внутри вязания проведя несколько раз в разные стороны и красный кончик ниточки вот здесь вот который оставался его тоже нужно будет спрятать внутри вязания давайте я попозже это сделаю хорошо потому что нам с вами нужно еще сделать пламя у ракеты вот так вот она у нас сейчас с вами выглядит пламени не хватает его можно сделать смотрите или желтого цвета на самом деле любого цвета который вам кажется или я делала красного то есть вот в принципе мне оба варианта нравятся и желтый и красный вот на ваше усмотрение здесь я буду использовать все-таки желтый желтую ниточку значит я беру желтую нитку складываю ее вот таким вот образом длина зависит от того какой длины вы хотите сделать вот это вот пламя то есть у меня здесь примерно наверное сантиметра сантиметров 5 ниточка сложена пополам значит нам нужно сантиметров 10 вот смотрите вот берем так ниточку сантиметров 10 складываем ее столько раз сколько вы пламени хотите сделать у меня 5 то есть вот по нашей схемке я посмотрела что здесь 5 вот таких вот отрезочков нитки нам будет достаточно то есть я 5 раз сложила отрезаю разрезаю вот здесь вот петельки вот у меня готово 5 отрезков ниточки и как мы их будем прикреплять прикреплять мы их будем держим ракету лицевой стороной к себе то есть вот у меня это лицевая сторона здесь на изнаночной у меня сейчас ниточки которые я спрячу и ввожу крючок вот таким вот образом под петли обвязки с лицевой стороны ввела крючок прикладываю с изнаночной стороны получается ниточку вот так ее складываю пополам зацепляю по центру вывожу на себя еще раз зацепляю обе нитки и вот готово первое отрезочек присоединен точно так же делаю еще 4 раза если нужно больше сделайте больше если нужно меньше сделайте меньше таких отрезочков сделайте желтый сделайте красный сделайте я не знаю может быть у вас ниточки есть может оранжевый вам больше понравится может быть у вас есть ниточки с люрексом тогда вообще блестящее у вас будет это пламя можете оставить вообще без пламени но мне кажется что более такой завершенный образ получается именно когда у вас есть вот эти вот развивающиеся язычки пламени и они нам еще с вами пригодятся вчера я пробовала с ребенком расскажу что мы делали с этим пламенем думаю что вы можете уже догадались вот таким вот образом мы присоединяем и смотрим достаточно недостаточно нет вот здесь мне все-таки этого краешка не хватает еще для симметрии поэтому использую 5 отрезков вот так вот сейчас выглядит наша ракета нам с вами осталось на самом деле мне спрятать ниточки но это я сделаю когда мы с вами будем разговаривать обсуждать идеи занятий как можно использовать эту ракету потому что вариантов очень много на самом деле и те которые сразу приходят в голову и каких нужно немножко покопаться вот можем связать с вами сейчас иллюминатор как я говорила ракета может быть с иллюминатором или без него то есть вот смотрите сами мне в принципе оба нравятся образа вяжется конечно же это не сложно больше времени потом уйдет на на пришивание итак схемка окошка у нас есть вот здесь для тех кому она нужна видите в кольцо амигуруми мы делаем две воздушные петли и 10 полустолбиков с накидом все все окошечко у нас состоит из одного ряда я вяжу из ниточек белых причем вот здесь я тоже взяла белый хлопок у меня толстый был какие-то вот совсем небольшие остаточки я связала из него колечко амигуруми в него две воздушные петли и дальше 10 полустолбиков с накидом в кольцо отлично у кого ракеты уже готовы я потом буду ждать присылайте или в сторис фотографируйте присылайте выкладывайте отмечайте ямайя я увижу тогда с удовольствием у себя на страничке тоже поделюсь вашими ракетами или присылайте в директ или выкладывайте в посте то есть с удовольствием всегда смотрю что у вас получается что мы не просто с вами посидели вкусили космической пищи но и хочу чтобы вы мне свои ракеты прислали и так в кольцо амигуруми мы вяжем 10 полустолбиков с накидом у нас получается с вами круг хотите окошко побольше свяжите 12 полустолбиков хотите поменьше свяжите 10 столбиков без накида затягиваем отверстие завершаем ряд здесь можно просто завершить как обычно ниточку отрезаем оставляя длинный кончик для пришивания здесь получается обратите внимание у нас с вами не зафиксирован вот этот вот короткий кончик начальный то есть нужно его или сделать узелочек на изнаночной стороне или оставьте длинный кончик для того чтобы у вас не распустилось потом это кольцо и дальше я прикладываю в том месте где хочу сделать иллюминатор и пришиваю по краю сейчас я вам покажу принцип хорошо сама пришивать не буду смотрите каким образом я пришиваю я зацепляю ниточку в обвязке и здесь ввожу крючок сверху иголку сверху да причем если хочу сделать более выпуклый иллюминатор вот как здесь сейчас я вам покажу вот у меня получился более выпуклый иллюминатор видите он прям возвышается над корпусом потому что я здесь когда пришивала вводила иглу за заднюю стеночку петли то есть не вот так вот под переднюю стенку а находила вот эту часть круга эту часть столбика и вводила иглу под него вот таким вот образом я пришиваю весь иллюминатор на самом деле здесь пришить дольше чем связать вот это тот вариант когда пришивание долгое еще нам нужно с вами пришить аккуратно потому что иллюминатор это все-таки ну вот это окошко будет видно соответственно вам нужно пришить аккуратно и причем так чтобы с изнаночной стороны этих стежков было не видно да то есть вот смотрите здесь у меня нет стежков потому что я ввожу иголочку еще раз покажу как здесь за заднюю стенку петли и вот таким вот образом прям под ниточку мы с вами связали ракету у меня получилась вот такая фиолетовая осталось у меня только вот этот вот кончик красной ниточки заправить ваши ракеты я буду ждать присылайте кому нужна схемка можно перейти по ссылочке и скачать схемку вот и у кого возникнут идеи как еще можно использовать делитесь хорошо я с вами поделилась своим вариантом ракетостроения схемку эту я разрабатывала сама то есть она ниоткуда не из интернета вот она моя личная разработка вот я с вами поделилась схемкой а вы со мной делитесь идеями как можно использовать ну и собственно все что мы сегодня с вами собирались сделать буду ждать теперь ваши ракеты присылайте все давайте тогда до встречи хорошего дня